Почему в праздник вместо радости часто становится грустно? Разбираемся с психологом, чтобы радоваться, а не заедать. Смотрите это видео и выполняйте практику, которая в нем содержится. Полезная ссылка всегда для вас под видео. Февральский день Святого Валентина и 8 марта для многих стали не радостью, а поводом для грусти, а то и поводом для ссор со своими половинками. Очень многих людей в эти дни усиливается ощущение дефицита любви и внимания, ощущение пустоты, которую хочется закрыть вкусняшками, чтобы не было так больно за одиночество, за недостаточное внимание, ощущение, что меня никто не любит, за то, что не подарили, не так подарили, не то подарили. И получается, как на качелях. Сначала сердце замирает от высоты, а потом резко бухает вниз. И вот грусть в тоску в момент праздника и выход из этой грусти многие находят в холодильнике. Но атмосфера праздника это во многом маркет. Про день Святого Валентина снимаются фильмы. Во всех практически рекламах в эти дни нам показывают, как красиво дарить подарки, показывают счастливые пары. И все это оборачивается в такой красивый фантик, что мы что-то ждем, ждем. А для психики нет ничего опаснее, чем неоправданные ожидания. Так что, дорогие девушки, если в эти праздники вам грустно, что вас не поздравили или поздравили как-то не так, как вам хотелось. И вообще, если вам особенно важно провести праздник каким-то особым образом, то я берусь утверждать, что у вас есть такая вот праздникозависимость. А мужчинам вообще непонятно, почему мы такую важность передаем праздникам и подаркам. А еще в этом случае у вас точно есть дефицит любви. Этот дефицит не удовлетворяет со знаками внимания со стороны. Только изнутри вы можете наполнить вот эту свою пустоту. Потому что, когда внутри пусто, мы идем к партнеру с протянутой рукой. Ну, покажи мне, как ты меня любишь и ценишь. Вот прям хочется процитировать народную мудрость. Полюби себя, и люди к тебе потянутся. Не знаю, как вам, но меня лично всегда эта фраза раздражала, потому что никто не выдал инструкцию, как же себя полюбить. Так что я прошу не кидать у меня обертки от фантиков. Я сейчас расскажу, как это сделать, потому что теперь я знаю. Советы из глянцевых журналов на тему полюби себя, балуй себя. И даже отдельные психологические практики, увы, не помогут. Любовь к себе – это результат вашего развития из младенца в личность. Это ранний детский опыт. И чтобы обрести любовь к себе, нужно пройти этот опыт снова, но, конечно, в ускоренном режиме через психотерапию. Для этого, кстати, не обязательно вытаскивать все обиды, претензии к родителям и много рыдать. Современные методы психологии этого не требуют. Но практики должны быть системными и иметь определенную продолжительность. Это можно сделать или лично с психологом, или в терапевтической программе. Кстати, моя клинически протестированная прививка от лишнего веса, она как раз такая. И она далеко не только про лишний вес. Но зато тогда уходит огромное количество напряжения. И в праздники, и без них. И вы можете радоваться себе и радовать своих близких, и не искать в еде утешения. А прямо сейчас маленькое упражнение. Представьте себе, чего бы вам больше всего хотелось. Каких подарков, каких цветов, какого торжества, какие слова хотелось бы услышать в празднике. И если это пока не случилось в реальности, то закройте глаза и представьте, что все так и происходит. Только представьте во всех подробностях. Запах цветов, шуршащей обертки. Что вы чувствуете, когда берете в руки подарочную коробку, в которой лежит именно такой подарок, как вам бы хотелось. И все это происходит именно в такой атмосфере, какой вы ждали. И вы слышите именно те слова, от которых на глаза наворачиваются слезы радости. Побудьте в этих ощущениях несколько минут. Так работает ваше направленное воображение. Ему все равно, получаете ли вы эти эмоции в реальности, или вы получаете их на уровне вашего воображения. И когда вы их уже получили, вы закрыли внутреннюю пустоту. Вы как бы уже получили то, что вам хотелось. Кстати, играть в угадайку, что, а подари мне то, чего я сама не знаю, но что меня порадует, это очень детская позиция. Так ребенок кричит, и мама угадывает его желание. Ну, если вам уже больше 18-ти, то точно вы сами отвечаете за свое состояние наполненности, за состояние праздника. И вот чтобы в праздник не грустить и не заедать, я вас призываю заняться своей психикой системно и научиться любить себя. Потому что это не пустые слова, это все можно сделать в системной работе с психологом или в терапевтической программе. Ну, а надеюсь, вам было полезно это упражнение. Если вы его сделали, поделитесь в комментариях. Рада вашим вопросам. А полезная ссылка для вас всегда под видео. С вами была Галина Турецкая, кандидат психологических наук, эксперт по работе с подсознанием и автор клинически протестированной программы «Прививка лишнего веса». Субтитры сделал DimaTorzok